Кстати, это будущий депутат... Ну что, дорогие друзья, надо спасать ситуацию, спасать сюжет. А нет пророка в своем Отечестве свершилось. Несколько лет тому назад, 1 сентября, я смотрел прямой эфир с Путином Владимировичем, когда он вел прямой дистанционный урок мира для школьников страны. Путин озвучил, цитата, что есть понимание, как создать средства перемещения в пространстве, чтобы в любую точку планеты переместиться за несколько часов. Кавычки скрываются. Озвучил, что это далекое будущее. И вот прошло совсем несколько лет. И Китай, который не имел своей базы фундаментальных научных исследований, вдруг заявил о технологии 16 махов. Точных данных у меня нет. Но по ряду разведпризнаков могу предположить, что между Путином и Синдзипинем, Китаем и Россией, давно и очень плотно идет взаимодействие на государственном, промышленно-политическом уровне, реализуя то, что озвучивает небополитик Андрей Девятов. Вместе с Китаем, на плечах Китая и за счет Китая. Ищите русский след в технологии 16 махов. Там вы найдете выход на новую физику и новую научную парадигму, о чем говорит глобальная волна. Задача данной технологии направить только в мирных целях, создав предпосылки перехода развития общества на новый виток развития единой цивилизации, семьи народов, ликвидации кредитно-финансового рабства и ликвидации борьбы за все возможные виды ресурсов, что позволяет создать безагрессивную среду изобилия, стремящуюся к идиллии. И могу предположить, только человеческое эго мешает прийти к пониманию высших задач, стремлении осчастливить каждого, что так свойственно русской душе и русскому духу. Со своей стороны вижу огромный потенциал в Индии. Именно поэтому и розовый слон в сценарии по дороге к Путину. Но это уже иная история. Кстати, это будущий депутат... Что вы за компроматом снимаете?